друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесниковых мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно сегодняшний киношедевр семейства колесниковых я так понимаю что лёшка специально выкладывает свои видосы поздно вечером все позднее 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 видимо специально как говорится на зло мне друзья мои ну что ж да кстати хочу поблагодарить своих зрителей которые которые меня вчера поздравили с тем что на канале на обзорном канале 30 тысяч подписчиков прекрасная цифра я очень рада так что тем кто меня поздравил огромное конечно же большое спасибо ну что друзья мои да спасибо всем я вчера уже сказала и так далее да что по поводу сегодняшнего ролика знаете честно начало ролика я вообще что-то если честно вообще не поняла мне хочется задать только один вопрос а собственно что это было такое что это был за зверь начало ролика дети страдают какой-то ерундой я бы даже сказала хернёй просто полнишь но как бы то что никита поясничает да и устраивает клоунаду к этому моменту мы как бы с вами уже привыкли да но то как он вел себя сегодня ребят это вот я бы сказала из ряда вон это уже какие-то наверное очень интересные моменты и все-таки хочется обратить внимание родителей колесникова на какие-то непонятные вот эти замашки какое-то поведение странное все-таки для подростка 13 лет но согласитесь он уже не маленький мальчика ведет себя прям вот как маленький мальчик словно застрял где-то в районе 6-7 летнего возраста в общем никита поясничает виталинка с ним тоже дурью мается я знаете ребят сижу наблюдаю этот момент настя снимает это же не буду говорить что там какие вопросы задавала настя да как никита там поясничал вел себя как клоун отвечая на эти вопроса чего до не что а что а где а ли это у девść дурак дураком как говорится мне это мне интересует вопрос на задают этот вопрос колесом понимая прекрасно что он останется хотя нет он не останется без ответа да возможно они потом обязательно конечно же ответят на этот вопрос но мне просто интересно, на кой хрен снимать вот этот бред? Объясните мне, пожалуйста. На кой черт снимать вот этот бред, как один недалекий 13-летний пацан ведет себя, как 6-летний какой-то глупый, приглупый мальчик. Колеса взрослые, вы хоть смотрите вообще, как ведет себя ваш сын, причем все, знаете, каждый день все странно, странно и очень странно он себя ведет, особенно последнее время, да, и вообще, что снимают ваши дети, какой контент они снимают. Ну, если вы считаете, что это не западло и не стыдно выкладывать на аудиторию своих зрителей, ну, да, видимо, как говорится, все мы абсолютно разные. То, что колеса видят прекрасно, что снимают их дети, поскольку все-таки колеса выкладывают старшие именно эти ролики, я нисколько не сомневаюсь, что они это все смотрят, значит, раз они смотрят, они этот момент одобряют. Лешка, может быть, скажет, ой, да ладно, да пусть попридуривается и так далее, да больше комментариев напишут, да больше там будет возмущения и так далее. Но, блин, вот этими же моментами вы себя просто сами самостоятельно, своими руками себя взрываете. Сами же себя подставляете, сами же демонстрируете свой тупизм, свой идиотизм, свою дурость, да, то есть вот эти моменты как бы не красят в первую очередь самого Никиту, который ведет себя очень странным образом. Далее, друзья мои, Светка. Светочка наша на сей раз на кухне, да, она либо в ванной комнате, либо на кухне. Место встречи, как я всегда говорю, изменить нельзя, друзья мои. Ну и Светочка демонстрирует нам с вами, ой, смотрите, типа такая гора оладьев из кабачков, да. Столько-столько еще, говорит, была такая гора, а вот сколько, смотрите, осталось, а вот как нажарили, а уж какие они вкусные, а вот какие замечательные, и вот, говорит, они как раз-таки пришлись, как нельзя кстати. Ну да, понятное дело, надо было что-то есть, да. Дело было вечером, делать было нечего. А здесь немножко другой момент, да, собственно, есть захотели, надо было что-то приготовить. У них последнее время одни сплошные кабачки, но Светка сказала, что непременно приготовит еще. Кстати, к теме кабачков мы сегодня с вами немножечко позднее вернемся по поводу того, что Светка нам демонстрировала. Смотрите, как много получилось, а было еще ого-го больше. Запомните этот момент. Да, говорит, а еще сварила морсик и демонстрирует, как Виталинка, ну, просто прикалывается, господи, а что, ребенок 9-летний не может прикалываться, да. Сидит и ложкой набирает этот морс, значит, как раз таки себе в стакан, ну и пьет из этого стакана, на что Анжелка говорит, надо вообще-то пить одним глотком. Анжелка, кому надо? Мне просто интересно. Тебе надо хлеба одним глотком. Она без тебя разберется, как ей пить. Я смотрю, Анжелка в последнее время, друзья мои, знаете, просто в каждой бочке затычка, всем указывает. Настю постоянно гнобит, бедную сеструху уже загнобила. Вот что это вот за сволочуга выросла? Просто хамка редкостная. Редкостная лентяйка – это Анжелка, и не надо ни в коем случае... Дети, это же дети! Нет, это здоровая кобылица, которая наглая хамка, которая позволяет себе гнобить более младших, да, братьев и сестер. Особенно она проходится по Насте, ну, плюс еще и Виталине. Виталина так посмотрела на Анжелку. Анжелка, ты, наверное, батю своего с Виталиной перепутала, да, или, может быть, еще кого-нибудь из вашего семейства. Что там надо пить одним глотком, да? Так это явно не компот. Компот, чай не выпивают одним глотком, да, и уж она как-нибудь без себя разберется. Ну, и Светка говорит, ну, да-да, взяла бы ополовник, а че не ополовником? Ополовником, говорит, было бы проще, удобнее. Ребят, я сразу вспомнила наш старый добрый ополовник, да, эскульт привет, как говорится ему. Ну, а и сошлись со Светкой Анжелка на том, что, ну, просто-просто не столько Виталина пьет, сколько она прикалывается, типа, дурью мается, да? Ну, а почему? Почему тринадцатилетнему пацану можно прикалываться и маяться дурью, а девятилетней девчонке нельзя? Опять же, очень интересный вопрос. Далее, друзья мои, далее. Че там у них было далее? А, значит, Светочка рассказывает, что потом будет еще и творожок с черникой. Затем она уже убирается под лестницей, друзья мои, а Никита орет тут же, как потерпевший. Светка, Светка, знаете, Светка своим таким хабалистым голоском говорит, че, все уже, Настя? Прям вот так вот, че, все уже, Настя? Настя тихонечко отвечает матери, нет, я его снимаю. Ну, то есть, представляете, да, как Светка общается с детьми за кадром, особенно с Настей. Дарина бегает в короткой-прикороткой юбке, да, прям по самое неболой, как говорится, ее без конца заштриховывают, да. То штаны надевали под юбки, то теперь такие мини-юбки, куда там, как говорится, настоящие лолиты отдыхают. Ну, и Светочка рассказывает о том, что оладьи были безумно вкусные, но съели, и вот позднее будут блины. На что Настя говорит, что да, кто-то съел 4 штучки вот этих, значит, оладушков, кто-то 3, ну, а кто-то 2 штучки, да, уж я представляю. Как можно было наесться от 3 штучек, друзья мои, да, особенно учитывая тот момент, что я очень сомневаюсь, что там им дали со сметаной, да, с чем-нибудь еще, как говорится. Да и вообще, как можно этим наесться, это же просто обычные кабачки, тем более детям, у которых растущий организм. Это я к тому, что Светка нам демонстрировала, смотрите, смотрите, какая у нас, да, целая гора этих оладушков из кабачков, да, и тут бац, оказывается, кто-то съел 2 штучки, кто-то 3, а куда ж делись все остальные, куда ж подевалась вся эта гора, все. Больше нельзя, больше 3 штук или 4 штук некоторым не набирать, да. Сейчас, говорит, будут блины, ну, и далее Светка интересуется, кому, мол, зрители нужны банки, а банок, друзья мои, у нее хоть задницей ешь. Оказывается, некоторые банки приехали еще из Есентуков. Ребята, просто представьте себе эту картину, да, переть из Есентуков в Подмосковье банки, ну, вот уж действительно нечем заняться. Далее Никита, ну, тоже мается дурью, бросает мяч, я, если честно, думала, когда он бросал его в сторону Виталина, я думала, что он сейчас встряхнет Виталине кукушку, ну, честно, что Виталине сейчас просто прилетит. Никита же не знает, да, не понимает, как нужно себя вести нормально, он вечно, когда поясничает, он ведет себя неадекватно. Я думала, сейчас он размахнется и просто ударит Виталину по голове этим мячом. Светка не переживала за Виталину голову, в отличие от меня, Светка переживала исключительно за окна, за стекла, друзья мои, да. Далее картина маслом. Это надо было увидеть. Мать-перемать Светы Колесникова, многодетница наша во всей красе, Светоша с полоской, с этой повязкой, с этой косынкой, будь она неладна, на башке уселась. Уселась. Не могу, говорит, оторваться. Там творог, там черника, там йогурт. И огромной ложкой, да в свою огромную ротяку, да в свой этот пищеприемник заталкивает, друзья мои, ложку аж по самой небалуй, аж по самой гланды. Перед ней, вы знаете, стоит такая миска нехилая, вообще нехилая. Я бы сказала, целый таз, целая корыта. Ну, практически слишком много. Вы знаете, вот если бы это касалось... Вспомните, да, как она вчера, приготовив яичницу с брокколи, а кто будет, да, спросила маманя, приготовив ее на 8 человек. Ну, Ефрем, понятное дело, мы не считаем, да, на 8 человек. Кто будет, да, типа, кто сейчас тут это... Ну, всем осталось только, наверное, просто понюхать и все, и по чайной ложечке взять. А тут целая корыта для себя любимой. Причем оторваться не может, тут же на руках у нее лежит этот Ефрем, и она прямо этой ложкой туда себе в ротяку запихивает, запихивает. Я долго смотрела за этим кошелотом, друзья мои. Вот уж насколько себя в этой семейке любят родители. Только дети ничего не любят, только на детей насрано, да, а себе в ротяку запихиваем больше, больше и больше. Настя говорит, я тоже немножко попробовала. То есть ребенок попробовал немножко. Эта корова сидит, запихивает в себя практически целый таз. А она говорит, да, вот лоханку взяла себе вот такую вот огромную, да. А Светка, процедив сквозь зубы, сказала что-то типа, можно и себе сделать. Кто против? Анжелка в этот момент говорит, я, говорит, а я выпила. Вы знаете, ребят, то, что у них всегда черт ногу сломит, что они там имеют в виду, я говорю, я не собираюсь, если они разговаривают на трабарском языке, не собираюсь там сидеть, да, выводить, там делать какие-то выводы. А что имело в виду это семейство? Вот мне плевать. Раз так говорят, понимай, как хочешь, значит каждый из нас останется при своем мнении, да. Я так понимаю, что мамаша наделала вот эту лоханку себе и запихивала себе ее вратяку. А кто-то хотел, но, в общем, Настя попробовала совсем немножко, да, но Светка сказала, можно было и себе сделать, кто против. То есть ты детям своим не сделала? Ты сожрала в одну харю одна? На что Настя тихонечко сказала? Просто ягод сейчас очень мало. То есть на детей ягод мало, а на эту кобылюку ягод нормально? Она сидит, у нее в рот лезет, Светка. Какие вы после этого матери? Что ты, что поберуха, что бровчинка такая же коровятина? Какие вы матери? Да вы позорище они матери. Настоящие родители лучший кусок всегда дадут своим детям. Всегда, всегда, абсолютно всегда. И родители, и бабушки, и дедушки, и тети, и дяди. И только вы, вот эти мамашки, что ты, да, вот говорю конкретно про вас, что поберуха, что бровчинка. Все в себя, в себя, все лучшее, лучшее. Тут тоже бровчинка смотрела, как она детям раздала мороженое, а сами побежали жрать голени. Я в шоке, если честно. Таким, таким плодиться нельзя. Таким надо жить просто тупо для себя. Ну, понятное дело, для чего они рожают детей. Далее, Светка говорит о том, что, ой, ну сейчас будем разбирать Настя на вещи. И тут голос за кадром. Анжелики, Анжелки, друзья мои, какая она чертовая матери, Анжелика. Пусть сама собирает свои вещи. Так хочется сказать, слушай, чья бы мычала, ты бы ему точно бы молчала. Уж ты лентяйка из лентяек. Ребят, насколько она гнобит свою сестру, насколько у них ужасное отношение в семейке, насколько это ужасная семейка сама по себе, в которой нет никаких человеческих ценностей. Там такое дно, там такое днище. Вот, пожалуйста, кто там жалел эту Анжелку, бедная девочка. Вот и выросла. Вот это говно конкретное, вот эта хамка, которая гнобит младших сестер. Вот такой обзор, друзья мои. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. И, конечно же, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok